Начинающийся вечер. Нас немного тем, даже нам радостнее, потому что концерт в нашем выступлении получится, надеюсь, очень личным для каждого, индивидуальным. У нас импровизированный небольшой вечер, который мы назвали музыкальной традицией в Доме Толстых. Мы коснемся этих традиций, они не всегда были связаны с классической музыкой, но в основном я постараюсь объяснить какие-то моменты, может быть, не совсем вам известные, а может быть, известные. Вам еще раз их вспомню. Но я вас прошу поприветствовать наших сегодняшних музыкантов. Это квартет имени Льва Николаевича Толстого. И так как наши артисты засиделись, ожидаем вас. Мы, собственно, без лишних слов, начнем с первого произведения, о котором я скажу позже. Итак, мы начинаем. Начнем с фальса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Александрович Даже школьники Дмитрий Александрович Но не все знают, что он принадлежит Перу Льва Николаевича С него мы и начали Потому что это его дом Но вообще о музыкальных традициях Они довольно были размыты И они были огромные в семье Толстых Надо сказать, что семья была музыкальна Музыкальное семейство И не только у Львия Николаевича делом его отношение композитора самым самым разнообразное кого-то он недолюблива кого-то любил и информация на кого он любил допустил моцарт вольф бранководой моцарт как относился толстой к моцарту абсолютно разной информации в один источник монт боготворил моцарта потому что моцарт гений чего тут говорить а по другим что любил только одно произведение моцарту увертюру к дон жоану к опере дон жоан но она естественно напрашивается само собой потому что если вы слышали если вы помните увертюру дон жоану это чистый саундтрек как говорят к анне карениной что-то трагические ноты взрыв этот весь может быть поэтому так говорят может быть нет но нам интересно салонная домашняя она всегда была умиротворяющий какой-то вдохновляющий а именно такую музыку и писал моцарт кстати на заказ моцарт был заказным таким позитором и одно из самых величайших произведений салонной парковой из хотите музыки это маленькая ночная серенада модель моцарта берем участие которому с удовольствием сейчас для вас сыграем и 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 клавесин. И в России тоже это началось, но, конечно, мы опаздывали в этом разговоре дальше, что Россия запаздывала с классической музыкой. И салоны пришли уже к началу 19 века. В Россию повсеместно были домашние салоны. А еще одна забава, в начале 19 века чаепитие вошло в Россию, чай стал модным. Мы делали комнаты чайными. В уважающемся семействе на первом этаже обязательно была чайная комната. А потом решили соединять музыкальный чай с чай пить. А в России чай пить – это не чай пить. Это, знаете ли, судьба решать. Разговоры велись. Именно поэтому салонная музыка вообще была не просто концертом, не просто мы сидим, а вы играете. Нет, никто, конечно, не сидел так в рядах. Это всегда, знаете, сидя на кромке дивана, всегда это какой-то повод, всегда чай подают, всегда какие-то милые беседы. То есть все это было очень личным общением. Поэтому исполнялось все абсолютно душевно. Прощались любые исполнительские ошибки. И в Доме Толстых это было всегда так. И не секрет, что к Льву Николаевичу вообще любили заезжать все знаменитости мира. Он был пророком XIX века. XIX век делится на Пушкинскую эпоху и Толстовскую эпоху. После Пушкина пришел Толстой. И в его доме в мемуарах очень многих музыкантов, ну всех, кто жил в то время, всегда есть глава, что вот был в России или был в Ясной Поляне, заезжал к Толстым, играл или мы слушали. И вот если играл, то обязательно Льв Николаевич рыдал. По признанию всех музыкантов, почему-то они думают, что вот он рыдал. Возможно, это так и было. Возможно. Но мы сыграем произведение далее, над которым наверняка мог улыбаться или ждать Льв Николаевич, что они не встречались. Это Фредерик Шопен, трагический автор первой половины XIX века. Такой польский чехов, родоначальник польской школы. Но мы не будем грустить его произведением, а услышим радостный вальс Фредерика Шопена. Упро польской школы. КОНЕЦ 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 Вообще, если говорить о Львове Николаевиче и музыке, то стоит сказать, что он довольно редко бывал на музыкальных концертах, или оперных произведениях, потому что его слава играла против него, потому что стоило ему выйти из дому и посетить какое-то место публично, тут же все это оборачивалось в его сторону, кто-то хотел его просто обнять, поцеловать, пожать руку, кто-то задавал вопросы. Поэтому он избегал публичных таких появлений, в основном был на репетициях или как-то незаметно, потому что он был человек трогательным, удивительным, противоречивой фигурой. Ему было что-то жутко не нравиться, или наоборот, он ронял слезу, и поэтому не очень хотел видеть. Трудно представить, что этот бородатый старец, мужественно выглядящий, рыдать надо какими-то нотами. Поэтому его редко можно было когда-то увидеть, но допустим, когда орган, привезли орган в консерваторию, установили, то Лев Николаевич пришел, смотрел на эти трубы, их там десятки, смотрел, взял самую низкую ноту, услышал, как это звучит, это переворот. Он просто зарыдал, прилюдно, ему 70 с лишним было лет, он залезал на лестнице, настолько было ему интересно, что это громада музыкальная. Вообще музыку он воспринимал на уровне звука. Вообще вот этот подход дилетантский, прекрасный подход дилетанта к музыке, к лицарту, к чему угодно. То есть у него была удивительная способность чувствовать музыку, не знать ее, то есть он, допустим, не знал, какая тональность, или как это все было придумано, как по форме. Он слышал это целиком, как настроение, и это давало эмоцию чистую, не примешиваясь с каким-то там знанием. Такой подход имеет место быть и, кстати, практикуется у многих. Кто-то и знать не хочет, почему, откуда, как. Но следующее произведение и следующий композитор имеет огромное значение для России, для Толстого. Это Михаил Глинка. С Глинки все началось, можно так сказать. Глинка посвятил свою жизнь, чтобы в России началась русская композиторская школа. Он объездил всю Европу. В каждой стране он изучал какое-то сильное свойство классической музыки. В Милане Бельканту. До него Бельканта, собственно, как термин не был известен в России. Привез все это в Россию, решил перемешать. Первым начал все это перемешивать с фольклором. И началась вот эта, так сказать, каша. Это великое блюдо, которое потом подхватила могучая кучка. Балакаревский кружок, а потом и Беляевский кружок, а потом и... Ну, не будем забегать. Михаил Глинка. Первый струнный квартет. Вторая часть. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это вообще отдельная тема, что было с классической музыкой, какими могучими шагами русская классическая школа догоняла и перегоняла весь остальной мир. Столько имен на один век нет ни в одной стране. Это мои личные мысли, я думаю, что я не ошибаюсь. И один из композиторов, который наверняка бывал, а может быть и звучало произведение, был Александр Порфирьевич Бородин. Изумительно. Вообще надо сказать, что любой из композиторов могучей кулочки, они были вообще профессиональными людьми. Профессии их были не связаны с музыкой. Александр Порфирьевич был вообще химик. Химик. Вообще он великий химик. Вообще химики считают, что он великий химик. Он был участником великих открытий, конференций XIX века. Им гордится сообщество. Ну вот, он познакомился, например, в госпитале с другим офицером, как-то ночью, Модестом Петровичем Мусоргским. Привел его друзьям, как-то того, что им напевали, насвистывали Шуберта ночью. Слышали друг друга. И вот так вот два великих композитора вообще познакомились. И один и другой как-то непрофессионалами не были. Но посвятили, все свободное время посвящали классической музыке. Собирались в кружки. После Балакиревского кружка был второй по значимости в XIX веке. Это Беляйский кружок. Там уже была не пятерка, скорее такая великолепная десятка, потому что их было боль. Это была лаборатория, это было общение. Они были короли малой формы, как раз вот салонной. И одно из красивейших произведений Беляйского вот этого времени, пожалуй, то, что прозвучит сейчас перед вами, это серенада в испанском стиле Александра Порфевича Бродина из портета «Би ла эф». «Би ла эф». «Би ла эф». «Би ла эф». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, я совсем упустил из виду сказать вам, что, конечно, музыкальными традициями в семье Толстых был романс. Романс 19 века у Толстых был целый вечер, посвященный романсу. Это, конечно, к квартиру мало как относится, но у него выносить нельзя, потому что родная сестра Софья Андреевна, Татьяна Андреевна, была обладательницей удивительного голоса, который обожали все, съезжались послушать ее. Есть легенда, что как-то пришел Фетт, Афанасий Фетт с женой. Услышав ее голос, он ничего не сказал, уйдя, по наслечения, принес стихи, специально написанные для нее, и они стали вливать в основу знаменитого романса. Я совершенно не помню, сейчас не буду даже напевать, но наверняка как-то вы с этим столкнетесь. Очень сильные традиции романсы были в семье Толстых. Отношение к следующему нашему композитору было вроде как не очень хорошим. Модест Петрович Мусорский. Гений, 19-го гений могучей кучки. Гений, потому что он был самым необразованным могучей кучки, пришел совершенно сбоку, совершенно как бы с краю. Настолько самородок, настолько самобытен, настолько неряшлив, потому что он не закончил, мало что заканчивал. Он написал три оперы, одну вроде как закончил, Борис Бедунов Хованчину не дописал, а Сарачевскую ярмарку только начали. Вообще его короткий век, 42 года он всего прожил, он закончил, как-то что называется, спившись. Трудная у него была судьба, наверное, мы не имеем права обсуждать, потому что он был военным, наверняка это не просто так. Ну, в общем, с Толстым были странные отношения, но его музыка, несмотря на его такой ранний уход, осталась. И очень многие композиторы уже после него брали пример именно с Мусорского, говорили, что это что-то там такое заделано. И коллеги по «Большой могучей кучке» также не всегда доверяли ему. Мы говорили, ну, Мадрис Петрович, понятно, мы это профессионалы, но, конечно, несколько так какой-то странный. Но мы взяли произведение, его уникальное, одно из самых лучших, уникальных произведений, из неоконченного первого Сорочинской ярмарка она называлась. Он кое-как сделал две части, а третью вообще только набросал. Вот один из набросков к третьей части называется «Гопак», «Гопак Мусорского». Удивительно гениальное произведение, которое мы хотели бы подытожить сегодняшнюю встречу. «Гопак Мусорского» 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 которая, согласитесь, в стенах нашего культурного центра замечательно смотрится и звучит. Поблагодарим еще раз вас. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.